В Одесской области полярная метель. Стихия бушует больше суток. Выехать в такую погоду можно только при крайней необходимости. Метров за сто уже ничего не видно даже при дальнем свете. Опаснее всего легковушкам и микроавтобусам. Если случается что-нибудь серьезное, ждать помощи можно долго. В прошлом году многих приходилось спасать из-под сугробов за десятки километров от города. Это нынешнее руководство области попыталось, насколько возможно, свести риски к минимуму. Образован штаб по борьбе со стихией с участием спасателей, полиции и управления автомобильных дорог. У людей были проблемы, кто-то закупал по 4 хлеба, по 3 хлеба. Ничего этого не нужно делать. Я думаю, что несмотря на то, что прогноз неутешительный, мы сейчас на связи, чтобы вовремя поставляли продукты, чтобы дороги максимально чистили. Главную проблему представляет большегрузный транспорт. Фуры, оставленные на дороге, они мешают движению и создают аварийную ситуацию. Фуры мы туда переправили сбоку. Кто-то с ними какая-то связь будет, если у них будет какая-то проблема просто. Фуры мы разворачиваем, отправляем в город, паркуем их на заправках. Там проблема, что эти фуры, которые стоят там, мы же их просто с дороги сшибли, реально переставили. Но там, если у них какая-то проблема будет, кто будет? Нет, нет, они постоянно ездят в патрули, подходит и спрашивают. Нет, нет, постоянно спрашивают, или чай надо, или горячий что-то надо. А до утра, это 24 часа, будут они патрулировать. Тех, кто уже застрял в снегу, откапывают общими усилиями. За лопату взялся и сам глава областного полицейского управления Георгий Лордкипонидзе. Мы в движении, патрули тоже двигаются. И помогаем, если какая-то проблема, чтобы помочь. Надо до утра ездить, патрулировать. После ночного выезда на трассу в Одессе состоялось заседание координационного штаба. Приняты меры по обеспечению населения области продуктами и электроэнергией. Да, мы связались и с Кулиндоровскими, и с Одесским Караваем. Хлеб есть, мука есть. Завтра они в двойном размере поставят хлеб в магазин. С электричеством мы идем нормально, осталось 24 из 38. Так. И облэнерго завтрак 12 закончили. По прогнозу, метель будет продолжаться еще два дня. Дорожные и спасательные бригады вынуждены работать круглые сутки. Снегоуборочной техники на все участки не хватает. Руководство областной администрации просит одесситов и жителей районов по возможности оставаться дома до улучшения погоды. Александр Рябиноградов, телекомпания КРУ.